Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэддис «Кто есть кто в античном мире», наполняя данными из Википедии и интернета. Селен. Первоначально Селены были духами природы, демонами плодородия, подобными сатирам, однако начиная с VI века до н.э. Селены стали изображать в виде человека с лошадиными ушами, например на вазе Франсуа, и ассоциировать его с Дионисом, иногда считая Селена воспитателем этого бога. Селен почти всегда появлялся в состоянии опьянения, демонстрируя свою мудрость и больше часто тайные знания. С Селеном часто сравнивали Сократа, с одной стороны из-за его непривлекательной внешности, а с другой из-за божественной мудрости. А один из участников платоновского пира, Алкивиад, сравнивает Сократа с глиняной фигуркой Селены, устроенной наподобие матрешки. Если ее открыть, внутри оказывается фигура бога. Это сравнение Алкивиада как символ того, что вещи не таковы, какими они кажутся на первый взгляд. Часто использовали ренессансные авторы, такие как, например, Раблея. В прологе к Гаргантюа и Пантагреэлю называют Селенами маленькие шкатулки, в которых хранятся ли ценные лекарства и парфюмерии. А знаменитый сборник изречения Иразма Роттердамского известен как Алкивиадовы Селены. Селена изображали на своих вахических полотнах Тициан, Рубенс, Казим. Из Википедии по сказанию Селен неохотно делился с людьми знанием будущего. Для этого надо его поймать хитростью и силой заставить пророчествовать. Так Медас поймал Селена в своих садах, смешав водоисточника и на свину. И напоив до пьянопадкова до вина бога. Селен был пойман фракийскими селянами и отведен к Медасу. Медас 10 дней пировал с ним. Попав к царю во власть, Селена открыла ему сокровенное знание о природе вещей и повидал будущее. Рассказывается также какая-то побасенка о Селене, который пойманным Медасом вместо выкупа сделал ему этот подарок. Он научил царя, что не родиться есть высшее счастье для человека, а самое ближнее к нему счастье. Как можно скорее умереть? Согласно Феопомпу, Селена рассказал Медасу о большом материке, который лежал за пределами обитаемого мира. На сцене Селены выступали в магнатых хитонах. Герою Селены посвящен орфический гимн. Он действует в ряде сатирических драм, например, в следопытах Сафукла, Кеклопе и Врипида. Ну вот так, вкратце, о Селене. Первоначальные Селены были духами природы, демонами полдородия. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok